Здравствуйте, здравствуйте, многовожаемые радиослушатели! Сегодня суббота, и мы продолжаем нашу субботнюю конференцию! Событий этой недели было не так уж и много, но я думаю, мы сумеем найти какие-то темы, какие-то поводы, чтобы поговорить о них. Да-да-да, расскажите, что у вас было на этой неделе интересного? Ну, вообще ничего. Но, например, я узнал, что обязательно нужно дрыгать циферками на OLED-экранах, оставлять несколько пикселей сверху или снизу неиспользуемыми, и периодически смещать отображаемое изображение на несколько пикселей вверх-вниз, влево-вправо. Это позволяет, что в случае, если экран выгорит, чтобы устройством можно было все-таки некоторое время пользоваться. И я, правда, не очень понял, как осуществлять. Например, в один день мы одно смещение делаем, в другой день другое. Значит, получается так, что если пиксели выгорят на одном из дней, то в этот день девайс будет неработоспособен, некрасиво. С другой стороны, если смещать текст постоянно, то срок службы OLED-дисплея должен быть гораздо выше, и вот постоянного выгорания пикселей быть не должно. С другой стороны, опять-таки, стоимость OLED-дисплейчиков маленьких 100 рублей, и если дисплейчик сломается через пару лет, ну и хуй с ним. В принципе, такой мелочью даже заморачиваться не стоит. А я вот заморачиваюсь и не знаю, что сделать лучше. Нам пишут, а поставьте шаровары. Шаровары хороший реквест, но мы его сейчас проигнорируем, потому что у нас есть более интересные темы. У нас же субботняя конференция. Эй, мэн! Так что присылаю нам какие-нибудь свои интересные мысли, свои интересные доклады, ну или хотя бы новости, которые, как ты считаешь, заслуживают нашего внимания. Также нам подсказывают, что сегодня шаровары были уже дважды! Так, вот она спрашивает, а цена замены? Вот очень хороший вопрос, кстати. Для меня цена замены экранчика равняется 0 рублей 0 копеек. Почему? Потому что берешь старый девайс, отламываешь, вытаскиваешь из экранчика, раскручиваешь его, вытаскиваешь из экранчика разъемчик, вставляешь в этот разъемчик новый экранчик, все, замена готова, остается только лишь свинтить все это, и, соответственно, цена замены 0 рублей 0 копеек, потому что труд в этой стране стоит 0 рублей 0 копеек. Соответственно, для меня только стоимость комплектухи считается. Но я все-таки не знаю, стоит ли дергать позициями на экране или не стоит. Потому что если выдирать из готового решения, а если ты не электронщик, а врач, ну, в принципе, врач это тоже может сделать. Врачи тоже режут людей, врачи тоже вытаскивают из людей детали, врачи тоже ставят другие детали на их место, врачи тоже умеют зашивать людей. Так что, в принципе, у врача все то же самое. Он все сделает, если его предметная область изменится, он, как только что нам рассказали, произведет операцию замены, но если что-то пойдет не так, то он окажется бессильным. Ну, не скажи, не скажи. Да, у нас кажется бессильным, но главное не перепутать, какие провода куда подключать. Примерно то же самое, чтобы не перепутать, какую артерию с какой подключать. Но я думаю, врач все-таки осилит. Так, напишу, чтобы снять со старого девайса, от старого девайса нужно купить. К тому же, чаще всего экраны ломаются. Так что старый мог быть не нужен из-за той же поломки. Тем более, да. Ну, я повторюсь, стоимость экранчика 100 ебаных рублей. То есть, считай, нисколько. Я вот сегодня больше 100 рублей проебал из-за того, что мне продали не тех сосисок, которые нужны. Вот. Причем, что самое интересное, ошибка была прямо на упаковке этих сосисок. На упаковке одно написано, а по вкусу совсем другое. Разница составила где-то 116 рублей. Вот. Лучше бы я экранчик купил на эти деньги. Еще деньги бы остались. А в плюс или в минус? В минус, конечно. Я купил дорогие сосиски, а мне дали дешевые с костями. Сиски с костями еще продают? Да! Там кости, жилы, хребты. Вот эта вот кожа, прям даже не резаная. И это вместо премиальных сосисок, которые я обычно покупаю по 300 рублей. Потому что на 100 рублей можно палку колбасы купить. Эх, можно. Шок. Ведущего докормили говном за доплату меня. Так, написали. С первым днем зимы, ведущий. Скоро календарю стареть. Придется накатывать апдейт. Ну, то, что зима началась, это, конечно, хорошо. Винтер в рап. Да, он как там сегодня написали уже. Но зима, это ведь тоже хорошо. Надо смотреть позитивно на все. Вот. Надо смотреть позитивно. Новый год. Нахуй Новый год. Зима, это время, когда можно обложиться продуктами и не выходить из дома. Главное, чтобы мне на заводе успели сделать мою Wi-Fi-форточку. Вот. И тогда, и тогда будет вообще все круто. А ты же заказал? Да. Wi-Fi-форточка. И сколько тебе обошлось? Нисколько пока. Ну, думаю, ты еще в три обойдешься. Это тебе твой начальник делает? Да. Ну, я думаю, ты еще в три обойдешься, не больше. Мы так прикинули, где-то в районе трешки будет. Вот. А это не вызвало у него некоторое смущение, что вот ты у него просишь сделать такое? Нет, я у него не просил. Он просто сказал пример следующее. Давай мы ее и сами сделаем. Вот. А ты делай наши проекты, чтобы не терять время. Вот как-то так. Начальник понимает, что с кризиками лучше не спорить. Вот. Лучше со всеми соглашаться. Ну, вот это вот все. Так, поясни за форточку, что это? Ну, вот смотри. Сейчас холодно стало. И держать форточку открытой круглогодично как-то уже, ну, не получается. Холодно, блядь, дубак! Колотун. Вот. Можно было бы, конечно, в квартире убраться. Но в последнее время я совсем заговнился. В общем, настолько я заговнился, что у меня вообще дальше некуда. У меня в коридоре развелась банковая аренда. Теперь весь пол липкий. Казалось бы, ну убери. А у меня времени нету. Все время я трачу между сном и попытками работать для работы. Вот. У меня дедлайн. В общем, в квартире теперь действительно воняет. Раньше мне писали, что у тебя воняет, там жить нельзя. Нет, ребята. У меня не воняло. Раньше. Сейчас уже воняет. Так вот, форточка нужна. Открытая. Нужен свежий вод. Но при этом холодно. Вот. Я и так топлю газом. У меня газовые комфорки горят. Вот. В принципе, с газовыми комфорками тепло, но дышать нечем. Вот. А если еще форточку открыть, ай, дубак, колотун, гроб, гроб, кладбище. Не выжить. Вот. В принципе, если бы я жил в дневное время суток, и у меня были бы часы, как у нормальных людей, и я бы этим часам еще следовал, я бы мог просто открывать форточку, часа так на два, на три, проветривать квартиру и потом закрывать. Но ведь я же закрываю форточку не по расписанию, а когда вот уже дубак, причем конкретный дубак. Вот. И что же делать? У меня появилась идея собрать рекуператор тепла. Идея следующая. Если даже ты создал степень заголовника, следующим шагом будет визит СЭС. СЭС никогда не узнает про то, что здесь творится. Так вот, что такое рекуператор тепла? Когда мы проветриваем воздух в квартире, мы загоняем свежий воздух. А что со старым-то девается? Он ведь тоже куда-то должен уходить. Соответственно, этот рекуператор действует по следующему принципу. Он отсасывает воздух из квартиры, и при этом слегка на полшишечки, на полградусика нагревает теплообменник. Когда мы уже нагрели теплообменник, мы засасываем с улицы холодный воздух, который, проходя через теплообменник, нагревает его в промышленных... Ну, это, кстати, одна из конструкций. Это я рассказал о реверсивном рекуператоре, который я хочу, именно я, сделать. В реверсивном сначала поток воздуха идет в одну сторону, потом в другую. Сначала в одну, потом в другую. Есть постоянного тока. Вначале хочет мне именно такой сделать. Говорит, не занимайся хуйней, давай поставим два вентилятора сразу. В классическом рекуператоре именно два вентилятора, которые гонят воздух одномоментно и домой, и на улицу по одной трубе, но при этом воздух не смешивается. Вот нам прощут. Змеевик, да. Не змеевик. Если использовать змеевик, то ток воздуха будет очень маленький. Вместо змеевика используются обычные металлические трубки алюминиевые. Продаются в строймаге. Ну, мы остановились на трубках в диаметре, по-моему, в десятке. Да. Внутренний диаметр восьмерка. Бреговато, конечно, но начальник сказал, что если снижать... Да, точнее, не труба в трубе, а много трубочек в большой трубе. Начальник сказал, что если снижать диаметр, то ток воздуха будет очень маленький, и вентилятор банально не прокачает это. В качестве вентилятора решили использовать 120-ку канальный, ну, как-то так. Потому что это целая система воздухоподачи. Это приточная вентиляция. В данном случае приточно-вытяжная вентиляция. Поскольку я хотел Wi-Fi-форточку, вернее, реверсивный рекуператор, то нужно как-то это всё дело переключать. Вдув и выдув. Вначале, повторюсь, хочет мне сделать постоянного тока без электроники. А я хотел сделать именно с переключением. Суть в чём? Нам нужен какой-то микроконтроллер. Не, конечно, сейчас меня за это уебут тапком, скажут, поставь какое-нибудь реле времени и не еби мозг. Ну, ребят, мы живём в современном мире! Ну, какое реле времени? Тем более, что оно будет стоить дороже, чем микроконтроллер. Вот. А если у нас микроконтроллер есть, то можно повесить парочку датчиков воздуха. Например, DS18B20. Они стоят 50 центов каждый. Вот. Один датчик пускай будет на улице, второй датчик пускай будет в комнате. Вот. Ну, и, соответственно, если в комнате ещё более-менее нормальная температура, то вдув. Если в комнате уже дубак, то выдув или заслонку. Собственно, я хотел ещё дополнительно заслонку приделать, чтобы она сама включалась, закрывалась, открывалась. А просто клавишу вкыл никак. Мы получаем ту же самую проблему, что и с обычной форточкой. Её нужно руками закрывать, открывать. А здесь система бы автоматически контролировалась. А ну, видишь, вот так прохладно в комнате становится, там, скажем, критические 23 градуса Цельсия. А для меня 23. Это уже холодно. Вот. Я старенький человек. У меня вот уже косточки мёрзнут. Поэтому в таком плане... В таком плане мне вот уже некомфортно. Поэтому мы дошли до 23 градусов, заслонка закрывается, и ждём, пока не будет нормальная температура, чтобы продолжить цикл. Напишут, тебе нужно термореле. Ну, во-первых, мне нужно всё-таки скорее реле времени, потому что в реверсивном рекуператоре цикл состоит примерно из 70 секунд. То есть 70 секунд она работает на вход, 70 секунд на выход. Ко всему этому, да, можно прихуячить ещё термореле. Но это сначала реле времени, потом термореле. Ребята, это дорого. Кроме того, ко всей этой хуйне можно было бы приделать ещё анализ... Потому что, ебать, это анализ радиотемпературы. Да, оно. Но ещё можно было бы приделать прогноз погоды. Например, система видит, что дальше будет дубак. Поэтому оно придудительно вентилирует помещение немного ниже отметки, с тем расчётом, что дальше у нас будет дубак, и она работать не будет в принципе. Или наоборот, оно видит, что дальше будет теплее, поэтому не вентилирует, с расчётом на то, что вот когда потеплеет, вот оно всё отвентилирует. Вот, и естественно, как любую установку, ей как-то надо рулить. Я скажу сразу, я против всяких кнопок, крутилок, индикаторов, а датчики хотя бы посмотреть как-то надо, сколько там температура. Вот, поэтому было решено поставить Wi-Fi. Не, ну как, на самом деле два варианта было. Или Wi-Fi, или Bluetooth. Bluetooth UART у меня, он валяется, три штуки. Вот, в принципе, ничего, но мой планшет как-то с Bluetooth не очень хорошо работает. Поэтому было решено делать Wi-Fi-форточку. Пускай Wi-Fi-форточка постоянно коннектится к пекарне, берёт прогноз погоды, берёт настройки. Мы тут с Ананчиками покреативили, дошли до гороскопов, анекдотов и топа башорка. Вот, и всё это заливается на мою Wi-Fi-форточку, она это всё крутит. Туда же рецепты, туда же тудушку, ну, как-то так. Вот такая вот идея. Ну, если кратко, вот такой вот рекуператор, вот такая вот шизофорточка с Wi-Fi. По цене, ну, вся электроника должна быть где-то... Ну, как, там достаточно много датчиков мы нахуячили. Самый дорогой датчик, например, меряет летучие органические вещества и диоксид азота, диоксид углерода, извиняюсь. Вот. Есть куча других датчиков, которые меряют тоже различные загрязнения воздуха. Ну, это так, статок. Влажность воздуха, температура воздуха. Там где-то всего штук 7 датчиков разных. В принципе, это избыточность. Поэтому, если кто-то захочет себе собрать такую же Wi-Fi-форточку, то можно обойтись какими-нибудь ДХТ-22. Это только влажность и температура, и, в принципе, хватит. Ну, вот. Ну, и Wi-Fi, чтобы управлять этим к тому же. Вот. Вот пишут, двочую Wi-Fi-форточку. Хочу, чтобы и у меня окна проветривались сами. Тем более, если делать реверсивный рекуператор, можно включить принудительный режим проветривания, вытяжки, можно включить принудительное охлаждение или обогрев до какой-то температуры. Так что... Ну, вот как-то так. Я напишу, что Wi-Fi. Вот тут было пересечение границы осмысленности. В чем пересечение? Ты хочешь себе получить очередной недокондиционер с кучей кнопочек, с кучей непонятных индикаторов, вот эти вот семисегментники. Ты хочешь вот это говно, ты хочешь им пользоваться? Я не хочу. Вот. Тем более, что Wi-Fi в форточку стоит строить. Угадай, за какую сумму? Как вы думаете, сколько стоит Wi-Fi для форточки? Есть предположение? Два доллара. Ты прав. Целых два доллара надо заплатить, чтобы в вашей форточке появился именно Wi-Fi. Какой, блядь, косарь? Два ёбаных доллара. А если заплатить пять долларов, то можно взять двухъядерную ESP-шку, двухъядерную, и крутить даже кинчик на этой Wi-Fi форточке. Так, нам кидают фотоквартира ведущего. Да, так оно и выглядит. Всё точно так. Эти люди критикуют умный дом. Нет, я не критикую уже. Я критиковал готовые варианты умных домов. Если я делаю умный дом для себя сам, я вполне себе вот... Да. Так, лекубератор делается из пакетов и палок. Ну, сложно из пакетов и палок сделать. Так, попроси на заводе промышленный пылесос с промышленным же шреддером для уничтожения всех шизоданных. Устрой клининг по-анон-фм-овски. Не-не-не-не-не, это страшно. Проще заказать клининговую компанию. А, нонечко, клининговая компания придёт и уйдёт, а шизофорочка останется. Она будет мне рассказывать анекдоты и текущую температуру. Вот. Алса, скажи, в каком городе ты живёшь, чтобы знать, где будет призван дерьмодемон. А зачем дерьмодемон вызывать? У нас же вайфай-форочка будет, а не демонология. Вот она пишет, ну тогда я сливаюсь. Поясни, почему ты сливаешься. Неужели ты не можешь представить, что вайфай-форочка может стоить 2 доллара? Сама форочка порядка 3000 рублей обойдётся. Так. А ведущий ходит на чугунный литейный завод и ведущий спрашивает. Ну что, мы уже на КамАЗ твою форочку погрузили, ты сам кран найдёшь для разгрузки? Нет, такая форочка будет достаточно лёгкой. В принципе, мы и решили делать из готовых строительных трубок. Здесь действительно будет не очень хороший вес. Изначально я хотел делать теплообменник из алюминиевой фольги. Алюминиевая фольга в этом плане... Её надо как-то скомкать красиво. Сделать, как называется... Не перфорация, а гофрирование. А у меня нет девайса для гофрирования. Может, конечно, было бы собрать самим, но, извините, у меня пока нет личного 3D принтера, чтобы делать вот эти протяжные ролики для гофрирования. Так что приходится пока делать то, из того, что есть. Но зато у тебя есть проект блинницы. Проект блинницы уже сделали за меня. Был видасик, где индус показывал вот всё это в рабочем виде. Если поедем в Бетарфт, надо будет собрать. Будем блины есть с километрами. Так, не предполагал такой дешевизне Wi-Fi модули. Гофрошланги есть готовые. Значит, гофрошланг это то, в чём будет находиться теплообменник из алюминия. Из алюминиевой фольги. Собственно, мы берём готовый гофрошланг, берём гофрированную фольгу, складываем её трубочкой, рулончиком таким. Фактически, мы покупаем в обычном магните рулон фольги алюминиевой. Десятку можно брать. Я так думаю, если её гофрировать удастся, то достаточно десятки. И разматывая этот рулончик, гофрируем и снова сворачиваем этот рулончик. После того, как он свернётся, в нём будут маленькие-маленькие такие отверстия. Он превратится в такие маленькие-маленькие трубочки. И он будет очень лёгкий. Сам гофрошланг, он очень лёгкий. Плюс вот этот самый теплообменник из фольги, он тоже лёгкий. Но мне нечем гофрировать фольгу. Можно без гофрирования? Ну, если без гофрирования, тогда нужно какие-то спейсеры вставлять, чтобы распорочки были. А то вся фольга сомнётся внутри гофрошланга, и воздух по этому шлангу идти уже не будет. Может, проще автомобильный радиатор забабахать? Не знаю, я не нашёл ничего похожего. Радиатор-отопитель алюминиевый. Я видел радиаторы, но там, как правило, они под жидкость предназначены для воздуха или масла. Фотоквартира ведущего. Нет, не его. Свободного места уже очень много. Кстати, да, это не моё. У меня действительно меньше места свободного. Здесь пол хотя бы виден. Так, реквестирую в эту ёбу нейроинтерфейс. Анончик, нейроинтерфейс пока что стоит от штукаря баксов. А вот моя форочка обойдётся тысячу в три, не больше, я так думаю. Как не зайду сюда всё время какой-то день сурка. Какие-то планы проекта на выходе, газификация, луж. Ну, что в этом плохого? Мы же живём мечтой, мы же живём идеями о лучшем будущем. В конце концов, это можно сделать, когда-то это всё-таки всё будет. Так, на два доллара можно купить палку колбасы. Анончик, уже нельзя. Хорошей колбасы не купишь. Вот ем сосиски с костями. Вместо этого... Сделай её автономной. Просто ставишь её, и она просто работает. Кнопки не нужны. Это будет так называемый дефолтный режим. Но, чувак, я же могу контролировать температуру. Я же могу выводить разную статистику. Я же... Кстати, к этой хуйне можно приделать действительно нейросеть. Поскольку она будет связываться Wi-Fi с компьютером, то на компьютере можно уже обрабатывать данные с термодатчиков, датчиков влажности, датчиков загазованности, датчиков СО2, СО, монодиоксид углерода. Так что... Вон, я много газа жгу, поэтому СО2 у меня должно в квартире всё-таки в избытке быть. А нейросетка пускай уже решает включать-выключать двигатель, на какой скорости, реверс или нет. В общем, сама пускай всем этим рулит. Как-то так. Вот нам пишут, а разницы нет. Авто интеркулер охлаждает воздух и является точно таким же радиатором. Посмотри, почти готовое изделие под форму форточки. Цена рублей 600. Так, ну-ка, давай-ка я загуглю это слово. Авто интеркулер. Ну-ка, давайте. Авто интеркулер. Надо же узнать, что это за страшный зверь такой. Авто интеркулер. Итак, авто интеркулер. Промежуточный охладитель наддувочного воздуха. Представляющий с тобой теплообменник. Воздуховоздушный. Воздуховоздушный. Чаще радиатор для охлаждения наддувочного воздуха. В основном используется в двигателях с системой турбонаддува. Устройство предназначено для извлечения тепла из воздушного потока, который нагревается при сжатии в компрессоре. Существует много кратериев, которыми руководствуется при создании интеркулера. Основные среди них это максимальный отвод тепла, минимальные потери давления наддува, увеличение инерции потока. Наличие интеркулера никак не влияет на ресурс двигателя. Ну, вроде бы и то, вроде бы и не то. Так, применение. При диабетическом без теплообмена с окружающей средой сжатии воздуха в системе наддува его температура повышается. Согласно расчётам, при начальной температуре в 50 градусов, повышение температуры воздуха на 10 градусов Цельсия при постоянном давлении приводит к уменьшению его плотности на 3%. Поэтому, если не охлаждать воздух после нагнетателя, эффект наддува может быть значительно ослаблен. Например, так, да... Так, способ... Так, вода-воздух... Так, интеркулер типа воздух-воздух. Благодаря своей простоте и надёжности, интеркулер типа воздух-воздух является наиболее распространённым. Этот вид интеркулера состоит из патрубков интеркулера и пластинчатого радиатора интеркулера. По-русски это устройство называется воздух-воздушный радиатор. Воздух-воздушный радиатор применяется в системе кондиционирования воздуха летательных аппаратов для отложения подаваемого в гермокабину воздуха отработанного от компрессоров авиадвигателя, имеющего температуру более 200 градусов. Слушайте, честно говоря, нихера не понятно, что это за хрень, этот интеркулер. Ну, вроде чё-то похоже. Вот прошу, ты там турботаз решил запилить? Нет, я всего лишь рассказываю анонным о своей Wi-Fi-форточке! Так, в окне будут стоять передовые техники автомобилестроения. Радио такая, радио! Ну, а что такого, я не знаю. Лучше, конечно, систему от самолётов использовать, я так понимаю. Но мне кажется, её не купить в автомагазине. Начальник, я правильно понял, что мы перешли в рубрику «Мы не знаем, о чём болтать»? Нет, почему? Мы вот сейчас говорим о моей Wi-Fi-форточке. А то он спросил, что это такое. В общем, если кратко, Wi-Fi-форточка позволит летом охлаждать воздух, а зимой нагревать его. Еее! А у меня все временем сгорел процессор в компьютере. Что ты сделал? Доигрался с GPU? Нет. Он всего лишь перегорелся. Всего лишь забился радиатор пылью. А перед этим я весь день смотрел в этапчик. Ох! А я вот на той неделе говорил, что нужно сделать систему сбора пыли в квартире. Но спрашиваю, что это... Ну, я сжёг. То есть у меня после запуска секунд так через... Либо сразу, либо через 5-10, либо через беду, то ядро падает в kernel panic. И ещё... И ещё бьётся файловая система. Может, мосфеты на питании? Что за мосфеты? У меня бесперебойник стоит. Мосфеты — это полевые транзисторы. По-русски говоря. Они же мосфеты. В смысле блок питания гавнулся? Возможно, возможно. Нет, мосфеты на материнской плате. В основном расположены... Так, если посмотреть... В общем, между процессором и задней стенкой. Обычно там стоит одна линейка. Там видно комбинации вот этих вот мосфетов. Они могут быть накрыты радиатором, могут быть ненакрыты. Мелкие микросхемки. Вот. И комбинацией с ними идут такие кубики, или, бывает, незаполненные кубики. Короче говоря, это дроссели. Вот. И что, они тоже могут загореть? Нет, дроссели обычно не горят. А вот если у тебя мосфеты не закрыты радиатором, то ты можешь просто на них посмотреть визуально. Может быть, есть какие-то с потемневшей маркировкой. Вот. Как бы между протцом и задней стенкой, и еще, может быть, между протцом и верхним краем материнки. Вы там дали такое определение. Вокруг протц такие квадратные. На материнке вблизи протца квадратные. Черных следами перегрева есть ли? Спасибо, Глян. Я вот как раз ищу замену протцу. И вот пока я искал замену протцу, я увидел что-то, какую-то странную комбинацию букв и цифр, в поле лаунч дейпа, когда начали продавать этот протц. А какая именно комбинация, скажи? Вот сейчас примерчик скину. Ну, вот он такой вот, например. 3-0-7. Ну, чего? Третий квартал 2007 года. Понятно. И правильно говорить квартал. Поправьте меня, пожалуйста. Говори кварта. А квартал это... Четверть. Вот так. Подсказать, что квартал, говорят, госслужащие. В общем, в третьей четверти 2007 года он сделан. А в какой фазе луны? Ну, не знаю. Да, струмы дропнули. Так, что нам написали? Он рак по гороскопу. Процессор? Да, процессор. Ну, я вообще-то родного процессора лауч дейп в Космепайсту, так что. Так. Что нам пишут? Форточка сама должна контролировать температуру. Хуль ты, как не программист. Так для этого датчики-то и нужны на форточке. Сделай ее автономной. Научи ее тем решениям, которые ты бы сам принимал в нужных ситуациях. Чтобы она само себе жила в углу. Именно так. Но! Вдруг я, например, разолью уксусную кислоту по кухне. Или, например, в очередной раз спалю себе штаны. Вот. Воняет! А так я, хоп, переключил форточку на режим вытяжки. И все говно вытянулось. Вот. Потом, хоп, включил только. Режим проветривания. Все говно вот распределилось по квартире. Ну, как-то так. Собственно, в этом как раз и затея Wi-Fi форточки. Вот. Wi-Fi форточка. Это теперь так и называется кондиционер. Ну, не знаю. На кондиционер меня не хватит. Но вообще, вот, когда начинаешь заниматься Ардуино, хочется купить кондиционер, холодильник, там, я не знаю, какие-то еще вундервафли. Ты почти по копипасте говоришь, которое у нас было там 10 штук того-то, того-то, пять щепоток этого-то, этого. Единственное, что вызывало беспокойство, это там. Это датчик Франклина. Не то, чтобы датчик Франклина был необходим, но если уж начал автоматизировать свой дом, то сложно было остановиться. А там пишут, вот эти самые вдруг тоже должны отслеживаться форточки. Ну, смотри, датчики СО, СО2 есть. Датчик летучих органических веществ есть. Что там еще? Хотел датчик числа кислорода, но он стоит от 15 долларов. Это дорого. Я собираю бомжевую версию форточки, чтобы каждый анончик мог такое же себе дома поставить. За недорого. Я делаю не только для себя, но и для всего общества. Я социальный ответственный. Вот нам пишут, датчик Франклина регистрирует прямое попадание молний. Ну, ты знаешь, ты в принципе угадал. Только во что? Вообще он регистрирует молнии в радиусе до 40 километров. Причем даже рассказывает о типе пробоя. Облако, 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 земля. В радиусе 40 километров ты будешь знать о молниях. Можно было бы еще датчик дождя заебашить. Но я так подумал, подумал, толку от него нет. Потому что всю электронику, я думаю, монтировать в квартире уже, максимум канальник зальет. Но я не думаю, что канальник от этого с лишним плохо станет. Облако Суперджет. Такого в датчике нету. А это что такое? Суперджет или датчик Франклина? Суперджет. Ну, суммулетики такие вот. Облако Суперджет? Ну, вот смотри. Куда может бить молния? Из облака в облако. Из облака в землю. А иногда... Ну, это такая шутка, если что. Должно быть смешно. Так вот, когда я занялся Ардуиной, хочется от всей электроники Дума взять, отрезать автоматику и вот везде поставить Ардуино. А ну, что посоветовать тебе от горла? А, топор? А лекарство какое-нибудь, а у меня оно болит. Болит? Ну, фарингосепт из Бомжвейнова. Сосать. Жру фарингосепт второй день, как-то не особо. Ты его жрешь или сосешь? Сосу. Ну, возможно, у вас какое-то бактериальное заболевание. Но фарингосепты как раз тоже альтери микробные. Так, фарингосепт... Знаешь, работает тот эффект не столько фарингосепта, а того, что ты сосешь. И твоя слюна стекает тебе в воду и орошает это дело. Вот, можешь сосать любой леденец. В принципе, будет не сильно хуже. К болейщему вопрос. Секунду. Я фасал фарингосепт, но перешел на пиктусин. Пиктусин дешевле. Вот. Все, продолжай, пожалуйста. Да, так вопрос. Сопли зеленого или бурого цвета есть или нет? Сегодня появились. Значит, бактериальное присоединилось. Пиздуй к доктору, пусть назначат антибиотики какие-то. Я там две таблетки. Я вот отбук принял, вторую завтра. Кого-кого? Ципрофлоксацин. Ципрофлоксацин, я все правильно сказал. И, кстати, эти таблетки, антибиотики, ты же знаешь, что их нужно полный курс всегда принимать, если уже начинаешь? Да. Только у меня время с этого полного курса осталось только две таблетки. Точнее одна. У тебя не может остаться две таблетки. Его надо жрать полным курсом. Из-за таких опиздолов, как ты, перестали антибиотики без рецепта продавать. У тебя не может остаться вот неполный курс там. Если у тебя не остались... Я не знаю, он у меня просто завалялся задачек. Не должно таких задачек быть. Ты это понимаешь? А? Ты понимаешь, что таких задачек быть не должно? Да. Ну, ты осознаешь, что ты сейчас сделаешь? Нет. Ну, ладно. А дай я попробую объяснить, помочь осознать, что он должен сделать. Нет, лучше ему дай осознать, что он уже сделал. Кто это объяснит? Я тут не понимаю. Ну, смотри, если не выживать, полный курс антибиотиков. Даже если ты чувствуешь, что ты уже выздоровел, как бы. То ты, получается, свои микробы не добьешь, а останутся выжившие. А выжившие это кто? Это те, кто... Те бактерии, экземпляры бактерий, которым антибиотики привать. И хорошо, если у тебя опять та же простуда не начнется. Только ее уже антибиотиками лечить не получится. Ну, поэтому завтра куплю еще одну пачку. От себя могу посоветовать азитромицин. Курс всего три таблетки. Вот. И как вот Анончик правильно написал, он выращивает в себе новую форму заразы на данный момент. Да, я не только друг лид. Так что, депутат, непростительно. А этот цифрофлоксацин, он кем-то был сейчас прописан? Или он просто по старой памяти взят, как типа, бактерии, а сейчас выпью антибиотик? Я, кажется, его забрал у своих дедобабок. Потому что дед постоянно, именно по старой памяти, ой, я что-то кашляю, пойду-ка выпью вот это цифрофлоксацин. Вот это совсем третинизм. Короче, ты к терапевту. И все. Скажешь ему, как ты кашляешь, чем ты кашляешь. Погоди, погоди. Я тебе больше скажу. Скорее всего, его дедушка, применяя цифрофлоксацин вот по такой методе... Да нету. Но давно его нету? С апреля. Он от рака. И это было... Он не осознал, что это рак был. Ну, хуй знает. В общем, дедушка вполне мог уже вырастить устойчивые штаммы. И вот, возможно, они сейчас тебе. Так что в этом плане тебе, возможно, придется сменить антибиотик. Ну, подожди. Я-то не постоянно, если выживаю, а просто так. На неделю будет. Ну, вот, возможно, у тебя уже устойчивый штамм. Так, вот нам подсказывают. Грамицидин же. Самая лучшая сосалка от горла – это граммидин и нео с красным шарфом. Это, блядь, сфуторого дороже, чем стрэпсус. Тогда я могу проверить, как мне делать еще более дорогое лекарство – мед. Банка меда в магните 60 рублей стоит. Надо литровку взять. И в специальном магазине пчеловодство. Вот, с молоком. У меня как раз дед корешевал с одним пчеловодом, и в дом, где он жил, там еще 40 осталось, там как раз есть банка трехлитрового меда. Вот. Отпиздавать нужно 600 километров. Ну, ничего, отпиздуешь. Вот. Значит, когда купишь мед, можешь развести его с молоком. Теплый, не горячий, теплый молоко с медом, вот. Молочный шоколад с медом, вот. Потом берешь оставшийся мед и наносишь ложкой его на горло, на шею, на лицо, на сиськи. Обмазываешься этим, вот. Обмазываешься, дрочишь. Заворачиваешься потом в полиэтилен, стретч-пленку, делаешь обертывание. И в таком виде, в свитер, лучше с колючей шерстью, одеваешься и спать. У меня просто трех раз описание, у меня вспоминание того, как я в детстве находил баню. Вот как раз, когда я болел, меня специально это, блядь, медом растирали и вставали в сауну. То есть ты уже все это проходил, да? Да, дрочиво в полиэтилен одевали в колючих свитеров, которые я, сука, блядь, ненавижу. Я тоже. У меня только не наделся ни один такой. Я тоже ненавижу. Ну что? Вот ты же давай по полной. Мед с лимоном. Лох. Мед с лимоном – это великолепная вещь. Но чтобы оно помогало, нужно мед с лимоном и луком. Так, лук у меня проблемы с осадками моего желчного. Могу, кстати, рассказать, как один наш диджей лечил свой насморк с помощью лука. Не надо. Я вроде уже рассказывал эту историю много раз. А теплую водку же – ну, это не для нас. Второй год пиарю… Это водка 200 рублей. Это только коньяк есть. Второй год пиарю черный холст, но никто не верит. Да. Нахуй эти спецмагазины. Надо находить частных пчеловодов. Брал я в одном из таких надысь мед. Говнина. Алсы в крупных населенных кок должны быть товариществом пчеловодов. И еще. Мед при употреблении перорально должен дереть горло нахуй. Просто кладешь ложечку, сосешь, и горло тебе должно просто закладывать. Если не сложно, пожалуйста, расскажи нам, как искать вот эти вот товарищества пчеловодов. И как вообще искать магазины с медом. Потому что мед за 60 рублей в говните, что-то я не хочу покупать. Ну, понимаешь, деду просто повезло, что его коллега по работе был параллельно пчеловодом. А, так сказать, магазины я не знаю. Я даже не знаю, где Саратай находится магазин. Так, нам написали переделку пасты. Паста, конечно, переделана, я бы сказал, безграмотно, без умений. Но все-таки я ее прочитаю. У нас было два микроконтроллера, 75 таблеток дросселей, 5 мощнейших сервоприводов, полсалонки датчиков Франклина и гора разрядников, проводков и всего такого. Еще килограмм датчиков дождя, килограмм датчиков СО2, ящик диодов, пол-литра программаторов и две дюжины плат. Не то, чтобы это все было нужно на радио, но раз начал программить микроту, то иди в своем увлечении до конца. Единственное, что меня беспокоило, это форточка. В мире нет ничего более беспомощного, чем человек с шизофренией. Он пишет, пол-литра программаторов проиграл неистово. Ну а что такого-то здесь? Так, нужны также носки из собачьей шерсти, заячий платок из шкуры, видимо. Так, столовую ложку теплой горячей водки, стакан чая залпом. Самый ебнутый опробованный рецепт, может и помогает, но не мне. Слушайте, если вы не перестанете, я сейчас начну рассказывать рецепт, как правильно употреблять керосин. Мне вот родственники пытались на это подсадить и упаривать урину. Вау, у тебя это, родственники еще бензин не пьют? Нет, только керосин, причем только авиационный, высшая очистка. А мне кажется, я ел, ну, купил сыр, который, блять, дает запах бензина, и на вкус как будто, блять, тебя с бензином мешали. Ну, учитывая качество сыра в этой стране, так что верю. Ну, сыр был за 280 рублей. А по поводу употребления керосина, это уже напоминает на заливание чего там? Ну, в общем, заливание какого-то углеводорода смешанного со спиртом по замороженному лому в стакан. Да-да-да-да, нет, там технология следующая. Нужно взять сахарок, сахарный рафинад, капнуть на него где-то там пол капли вот этого самого керосина, потом что-то его заморозить, а потом его наколоть и пол миллиметра этого сахара каждый день с утра натощак. Что-то такое. Слушай, по-моему, кто-то читал инструкцию, как нужно пить абсент, но у него потом произошло что-то с памятью, и абсент заменился на керосин. Не знаю, эти рецепты были опубликованы в газете Здоровый образ жизни, или как-то так он называется. Вот мои родственники выписывали, и там один совет прекраснее другого. Я, например, запомнил очень хорошо рецепт, как вылечить боль в пояснице. Никому не надо. Пока нет. Сейчас, возможно, понадобится. Давай. Ну, моему деду бы это пригодилось, но его нету, так что давай. Советую не пробовать это на себе, я просто процитирую то, что запомнил. Значит, один дедок решил, что боль – это такой паразит, который мешает ему жить, и которую нужно наказать, убить как-то. Вот. Значит, болит поясница. Он брал шило и втыкал себе в поясницу. Я сразу скажу, я не понимаю, почему этот дедок не помнит какого-нибудь заражения. Вот. Может быть, у него там какое-то специальное стерильное шило было. Может быть, он там йога в десятом поколении. Вот. Но, говорят, ему помогало. И вот об этой хрени была целая статья о том, что вот нога болит, вот к ней в ногу шило. Вот. Да. Дед самурай-самоучка. Ну, вот как-то так. У меня есть две версии. Либо он одной болью глушил другую, либо он научился каким-то образом... Либо он научился каким-то образом так в нерв, так, чтобы его перебить. Вот, подсказывает. Мой дед любил ходить на иглоукалывание к соседу. Это же иглорефлексотерапия. Ой, извините. Шило рефлексотерапия. Вот такая вот фигня. А, Нонечки, вы помните фильм «Белые росы»? Там тоже от ревматизма интересно лечились. А, это я помню. Кирпичом. И ведь помогло. Ведь действительно помогло. Человек решил, что хватит этого лечения и пора бежать нахуй. Ведь побежал. Так что лечение работает. Так. Что нам пишут еще? Давай... Так. Так, а нам ничего не пишут, ребята? Холь вы нам ничего не пишете? А? Как нам искать магазины пчеловодов? Так, что-то уровни оружейной мази нам пишут и дают ссылку на статью в Википедии под названием «Симпатический порошок». Давайте посмотрим, что это такое. А у меня... Почему ты даешь ссылку на английскую Википедию? Ну, так... Значит, «Симпатический порошок, распространенный в XVII веке, средство на основе симпатической магии, разновидности оружейной мази. Этот вид лечения ран состоял в том, что средство наносилось на оружие, которым эти раны были нанесены». Так, 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 мы будем этим лечиться в Бетарске, я уже понял. Идея о том, что действия, совершаемые с одними предметами, могут при соблюдении некоторых условий оказывать влияние на другие, существовала с древнейших времен. Согласно Джорджу Фрейзеру, примером такого можно считать знаменитый запрет из пяти книжек варить молоко определенным образом. В своем трактате «Оккультная философия» немецкий алхимик Агриппа Неттесгеймский цитировал Плиния, который якобы утверждал, что когда чувствует боль какого-нибудь удара, плюнуть в середину руки на низший удар, боль тотчас прекратится. В 1635 году немецкий врач Даниил Зеннерт писал о том, что Венгуент первый изобрел Парацельс, ссылаясь на псевдопарацельсианский трактат «Оксидоксис магика». Там приводится следующий рецепт. Две унции лишайника с черепа, пол унции мумии, две унции человеческого жира, пол унции человеческой крови, две драхмы льняного масла и по унции розового масла и соли аромониака. Эти ингредиенты следовало размешать палочкой, смоченной в крови раненого, затем высушить и намазывать на рану. Существует также мнение, что подобный метод лечения описан и в аутентичных текстах Парацельса. В конце XVI века рецепт Мазиса, ссылаясь на Парацельса, привел Джамбатиста Делла Порта. Как отмечает американский историк науки Ален Дебю, оружейную мазь можно рассматривать как естественное развитие платонической герметической традиции, в которой человечество является частью лахимической вселенной, образуемой взаимодействующими макрокосмом и микрокосмом. В этом смысле взаимодействие всех вещей понимается в терминах симпатии и антипатии. Смотри, например, «Де симпатия эт антипатия рэрум» Джералама Афракхасторо 1546. Замберт объясняет принцип действия мази действия магнетических сил, вызываемых звездами. Теория симпатического лечения не противоречила представлениям натурфилософов XVI века «Полемика в отношениях между Богом и человеком и была широко распространена среди последователей Парацельса». Полемика между парацельсианцами и галенистами о медных лечении вела достаточно интенсивно уже в XVI веке. Именно эта теория не привлекала особенного внимания до 1608 года, когда вышла в свет химическая базилика Осфальда Кроула. Кроул несколько упростил рецепт рекомендов использовать медвижий или кабаний жир, толченых червей, сушеные кабаньи мозги и красное сандаловое дерево. Также Кроул внес уточнение по поводу сбора устные. По его мнению, это вещество следовало собирать с костей при серповидной луне, желательно в Доме Венеры. Согласно Кроулу, полученное стадом ее следовало применять следующим образом. Наносить на оружие по направлению к костырью, затем заворачивать в белую ткань и помещать в теплое место. У собственной раны следовало остановить кровотечение и промыть мочой пациента, и также подкрыть белой тканью. Если рана была очень глубокая, ее следовало сшить без особых приготовлений. Наконец, Кроул советовал во время лечения соблюдать половой покой. Ну, действительно, лучше, когда половой покой, да, не ебаться. Одним из первых против оружейной мази выступил в 1594 году Андреас Лебавий. «Трактатус доп физици». Не оспаривая ее действие, но отрицал допустимость ее использования. Его аргументация, помимо протеста против новаций и апеллирования к древним авторитетам, стояла в отрицании парацельского мистицизма. Согласно Лебавию, любое лечение раны следует понимать как движение, которое может быть либо природным, либо искусственным. Природное движение обусловлено внутренними причинами. Если бы лечение раны было основано на искусственном движении, то для этого бы требовался несущее лечение агент. В случае оружейной мази за движение лечебной силы отвечает нематериальная субстанция. И только простецы могут отрицать, что она носит демонический характер. Лебавия отрицает участие мировой души в процессе заживления и утверждает, что небольшие раны излечиваются самопроизвольно, а влияние всех этих магических предрассудков проявляется разве что в том, что направляют веру и воображение пациента к пораженному месту. Лебавия не отрицает всю методологию дальнодействия, но не понимает, каким образом этот эффект может достигаться с помощью использования странных веществ. Единственным объяснением может быть участие дьявола! В том же 1608 году вышел трактат «De Magnetica Vulnerum Curatione» Рудольфа Гоклиния-младшего из Марбургской академии о различных способах лечения. Второе издание вышло в 1613 году под названием «Tractatus Novus de Magnetica Vulnerum Curatione». В разделе, посвященном Усня Гоклинии, пытался спорить обвинения в суеверном характере этого вида лечения, подвергая сомнению само понятие «суеверие», анализируя ритуалы католической церкви. В своем небольшом трактате о Гоклинии формулирует эклектическое объяснение принципа действия оружейной мази. Ее действие объясняется наличием связи между всеми вещами, осуществляемой посредством Духа Божия. В магической вселенной Гоклинии действуют амулеты, и с помощью манипуляций с растениями и камнями можно достигать чудесных результатов. В своих представлениях Гоклинии не следует традиции Аристотеля и схоластов, и в своей более тонкой философии развивает пантеические идеи неоплатоников и Николая Кузанского. Соответственно, этому лечебная сила мази имеет небесное происхождение и переносится с оружия в рану посредством Духа. На заключение он заявляет, что лечение не ложное, а магическое, и мошенники те, кто заявляет, что всякая магия – это суеверие и ложь. Вот тут уже предлагаю переходить уже к культу Бога Крови. Ну что, вы поняли, что вы мошенники все? Можно я вернусь немножко с магией в техначе? Ну можно. Я только лишь скажу, что читая вот это, у меня столько стартапов, которые можно было бы сейчас замутить появилось. Ух! Не сейчас, а в веке так в семнадцатом. Сейчас, именно сейчас. Ну ты же понимаешь, что это все бредядя. Ты знаешь, учитывая то, как лечат, учитывая вот все вот эти вот оберроны, и учитывая то, что у меня теперь есть Ардуино, ух, ух! Начальник, у меня есть предложение, когда мы построим Бетарск и будем раздать пчел. Мы можем делать мальс на основе настойки из пчелиных трупов. Перед этим нужно эти трупики пожарить, как семечки. То есть как мы смешаем спиртовые настойки, эти трупики. Настойка на жареных пчелах. Да. И знаешь, она как охуенная. Знаешь, насколько она охуенная, не знаю, но судя по названию, баксов на 700 за флакончик тянет. Да, так, технач вопрос. Какую настойку? Тихнач вопрос у меня. Насколько еморно переживать биус? Э? Ну, зависит от производителя материнской платы, от древности. Желательно все-таки Шить не из-под винты Ну, у тебя, наверное, винда Это не актуально Просто я смотрю, что самый топовый Проц под мою материнку требует Перепрошить Ну, а это у тебя Хоть какое поколение Не секретничать Сейчас, сейчас Палево, правда, ладно Пока он ищет, прочитай Если к сообщению Много пчелиного яда Много пчелиного яда Ебучая аллергия, мало яда Лекарства Лечение бобриной струей как-то поближе будет Не жальте, лучше обоссыкать После третьей отрубленной головы Палатич почувствовал, как выздоравливает Алтхимист негодует Ой-ой, а вы в курсе всех этих ритуальных Годальных услуг? Нет, давай рассказывай С недавних пор Всем осемь магам и целителям Запретили указывать Свою организацию в категории медуслуг Да Так Так, жареных кузнечиков для потенции Не знаю, вроде каких-то Червей разводят для излечения рака Ну вот я не знаю точно Кстати, вы знаете, что можно лечиться содой? А? Весь ютуб засран лечением содой Ну похоже... Это, наверное, знаешь, лечение содой для тех, кто не отключает отблокер и видит всякие маркет-гиды и прочее... Не знаю, у меня ничего этого... Я рекламу не вижу... Всего одна ложка этого из ваших... Нужно принимать на ночь дедовский спостов... В общем, я не знаю, но весь ютуб, сука, засран видасиками про соду... Но этот тренд ушел в небытие... Сейчас нарастает новый тренд, надо как-то успеть хайпануть... Это... Целебное обертывание фольгой На ютубе уже множество роликов о том, как делать шапочку из фольги... Как заворачивать ноги... Как бороться с ревматизмом с помощью фольги... Вот... Нас даже здесь опередили... Всегда накатываю сон, когда кислое настроение помогает брать жив... Ну, ты же лопнешь, деточка... Нет? Целебное обертывание куры фольгой Действительно, чтобы курица после убийства жила дольше... Ее нужно обернуть в фольгу... Это все пидор из люма недобывающей конторки... Видимо, он связан с тем пидором, что соду производит... Так... Что тут нам написали? Искать товарищество на карте... Спрашивать у продавщиц в магазинах... Ага, так они тебе и сказали... Вообще всех знакомых... А у меня нет знакомых... Пчеловоды, они как самогойщики... У одного десятого да найдется знакомый... По поводу меда в магазине... Самый надежный способ как раз попробовать... Если горло не дерет, значит в меде низкая диастаза... По поводу видов не выебывайся и бери разнотравья... Есть какой-то адыгейский мед... Там его за 50 грамм или за 100 грамм... Что-то 500 рублей или 1000 хотят... Вот он твердый... Аки... Аки... Не знаю... Как канифоль... Вот... Я не знаю, с чем это можно сравнить... Вот... И... А говорят элитные... Это, блин, башкирский... Еще алтайский мед... Ну... Что-то такое вот... Ну... За такие деньги я что-то не пробую... Местный не особенно дерет... Беру... Вроде... Не то липовый... Не то еще какой-то вариант... Не помню уже... Так... И да... Если мед продается в магазине... На него должны быть документы... Документы свежие... Содержащие данные экспертизы продукта... Самые главные параметры... Диастазное число... Больше... Лучше... Да... Содержание воды... Меньше... Качественнее... Вот... В том магазине, где я покупал... Медр был... Залез такие... Большие... Пластиковые канистры... Из-за чего я очень сильно очковал его покупать... Потому что пластик... Потом придет в мед... Мне кажется... И... Будет не очень хорошо... Еще пчеловодов можно в соцсетях поискать... Ну то опять же... Хочешь хороший продукт... Займей знакомство с пчеловодом... В котором мед не будет основной темой... Ай... Ну вот насчет... Займеть знакомство... Я тут в Саратове... Один раз видел рекламу... То что приезжает... Блять... Ярмарка... Пчеловодов там... Блять... Мед привозит... Мед Пашкирский... Мед Псковский... И так далее... Там по доду... Можно такие ярмарки сходить за медом? Не... Ну знаешь... Конечно... На такой ярмарке я бы закупился... Но во-первых... Об этих ярмарках надо знать... Я же соечки из дома не выхожу... Во-вторых... Как сказали... Нужно знакомые... 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 Спрашивать друзей... Соцсети... Ну люди... Ну вы серьезно... Для меня это... Миссия невыполнима... Ну... Блять... Я говорю... Именно без знакомств... Как раз... Просто... Ну я понял... Ярмарка меда... Ну она где-нибудь раз в год... И где-нибудь в августе... Наверное... Или в июле... Не знаю... Она... Была в ноябре... Нет... Начало октября... Гляд... Угу... Надо... Надо поискать... Вообще... Я все собираюсь сделать... Парсер... Я все собираюсь сделать... Парсер местных... Новостей... И как-то вот... Участвовать... Надо же ходить... Куда-то... Че-то делать... А с последнего... Такого места... Куда я ходил... У меня до тех пор жопа горит... Ну... Кстати... Знакомый... Пчеловод... Он в Москву... В Питер ездил... Он ездил... Где-то... Август-сентябрь... Подавать мед... На ярмарке... И вот... У него основки жир... Как раз... Это ярмарки... Работа... Это просто так... Для души... Вот... Нам пишут... Вот... Нам пишут... Лечение содой болезни... Нейм... Обертывание говном... Еще не пробуют... Обертывание говном... Нет... А вот... Пересадка кала... Уже есть... Вот... Прочитал мед с акций... Потерясь на оптовых базах... Можно увидеть... Как затариваются торговцы с ярмарок... Ой... Да... Ребят... Несколько лет назад... Я давал тут советы... Как найти... Оптовые базы... В своем... Городе... Вопрос... Теперь... Как их найти? Сука... Они куда-то все... Позакрывались... Что ли... Я их найти не могу... А вот... Они знают... В маленьких городах... Блядь... Они их... Легко найдется... А вот... В крупных... Они... Если есть... То они остались... И... Вполне возможно... Не продают... Вроде... Столько... Ну я мешок покупаю... Мешок-то продадут... Один хуй... Один... Вот... И... Вот... Та база... Которые закупаются... Ближайшие ко мне... Магазины... Они просто... Перестали возить... То что мне надо... Они водят... Теперь только говно... И у меня... Тлен... Так... Блядь... Только не башкирский... Это пиздец... Говорю вам как человек... Который работал на такой точке... Где угодно... Но не там... Только то... Что я описал... Можешь... Немножечко... Вскрыть покровы... И... Пояснить... Чем... Тебе так сильно... Башкирский мед... Не угодил... Кто пишет... Термеровского базара нет у тебя... Ну может быть и есть... Но... Во-первых... Его надо найти... Во-вторых... Фермеры... Точнее... Те старушки... Которых я вижу... Они... Как правило... Дерут цены в 2-3 раза дороже магазинах... Так... У нас все закрылись... Но недавно снова начали открываться... Точнее... Стары приквалились в розничную продажу... А новые со смешанной... Вот у меня похоже... Тоже все позакрывались нахуй... Вот... И... Те что остались... Стали пидорасами... Монополистами... У меня тлен... В моем... Родном... Мухазанске... Оптовка... Это разновидность рынка... Где только... Несколько товаров дешевле... Чем на обычном рынке... Ну у меня тоже цены... Особенно не ниже... Но главное... Что можно купить мешок... Не вскрытый... Для меня это очень главное... Чтобы... Сраная... Баба-срак... Не лазил туда... Своими руками... Пускай это будет... Сраный... Васян... Завода... Где это пакуют... Хотя бы так... Там пишут... Башкиры бьют... Пчел... Не... А в чем... Самый такой... Фейл... Башкирского меда... Я не понимаю... Честно скажу... Давайте делать ретейардский мед... По миллиону денег за грамм... Начинай... Только я уже сказал... Делать... Высокодоходную вещь... Невыгодно... Кстати... Я нашел... Способ... Заработка... Очень хороший... Например... Есть ретейардский мед... Стоит миллион денег за грамм... Но... Ребята... Это очень... Во-первых... Ребята... Знаете... Ретейардский мед... Он очень полезный... Вкусный... Лечит от всего... От геморроя... От... Размягчения мозга... От ваших денег... Не-не-не-не-не-не... Ретейардский мед... Вот... Значится... Но... Ретейардский мед... Очень сложен в производстве... Для... Производства ретейардского меда... Вам нужен специальный... Медовыдерживательный шкаф... Наша компания... Занимается производством... Медовыдерживательных шкафов... Наши шкафы оборудованы системой... Терморегуляции... Системой мониторинга воздуха... У нас есть 15 вентиляторов... Японского производства... Фермы Сузуки... На бензиновых двигателях... Бензиновых? Ну, как-то так... А вопрос... Это мед... Там лежит... Или... Он там достаивается... Пока там пчелки... Обитают... Неважно... Неважно... Вот... И вот я смотрю... Конечно... Это не политарский мед... Но вот... Многие бизнеса... Можно вот... Примерно... Под это описать... Подвести... Вот... Короче... Это уникальное бизнес-предложение... Окупаемость товара... В первые 7 месяцев... Покупайте наш чудо-шкаф... Для производства ретерцкого меда... И... Окупайте установку... Блядь... У меня есть... Постоянная реклама... Франшизы... Франшиза... Ясен хуй... Окупится... За... Полгода... Наша франшиза... Окупается... За три месяца... Вы будете получать... Семьсот процентов прибыли... Ха-ха-ха-ха... Какой-то... Криосанский мед... Ну вот... Как-то вот это вот... Все я вижу... Я думаю... Показать начальнику... Что ли... Не показать... Может он производство... Таких шкафов... Устроит... Вот... Тут нам предлагают... Какой франшиз сделать... Нет... Не шути так... Не надо... Так... Что нам понаписали... В тем временем... Оптобаза меда... Очень странные вещи... Там... Мед настоящего... Тоже... Не очень... Раскрываю... Страшную тайну... Башкирский мед... Берется с ближайшей... Оптобазы... И переименовывается... Липовый... Подсолнечник... Дикий... Акация... Ну и так далее... Ну а чем... Плохо... Подсолнечник... Или Акация... Я не разбираюсь просто... Ну а типа... Ну а типа... Подсолнечник... Видом они различные... Это... Уставые нотки... Акация... Она... Так сказать... Самый ранний мед... Вроде сладкий... И сранить его, скричив их. Вот напишет, из одной бочки льем, сами не знаем. Вот, ну, я лично, наверное, говноед, я не отличаю по вкусу одно от другого, так что мне, в принципе, норм. Так что мне и так сойдет. Липый он вроде пахнет деревом. Ну, такой он, реально, специфический у него запах и вкус. Ни с чем с другими спутаешь. Ясно. Тем временем, я заебался ждать, пока зальется видео на YouTube. Оно процессится 95%, 95%, все висит на 95%. И знаете что? Я сейчас перехожу на ссылку, видео, которое я залил, и вижу, что спрятали знак. Оно написано. Видео недоступно. Видео удалено, поскольку оно... Как вы думаете, за что удалили наше видео? Пропаганда у котиков? Нет. Еще варианты. Расстраиваю чью-то психику. Поскольку оно слишком длинное. Оно всего 17 часов шло. Пидорасы, придется резать. Видео им, видите ли, слишком длинное, суки. Ну, хоть что-то длинное. Ты прав. Так. Что тут нам пишут? Вот я из ебаного МТС ушел, пришел сюда бомбить. Теперь с медом. Радим. Да что ж такое? Так, только нужно идти лохко... Из МТС ушел? Да, человек был в МТС. А я чуть-чуть не попал, летом работать в МТС. А, мне послышалось МТС. Модель для порки. Я такой, что серьезно? Вот, так же нам пишут пропаганда низкого битрейта. Кстати, да, чтобы залить, вернее, сгенерить это на рам-диск, мне пришлось поставить ультрамаленький битрейт. Так. А эти ярмарки плохи тем, что там продается мед в 5 раз дороже, чем с оптобазы, подсказывает. Из МТС ушел? А секретный код расскажешь? Вы знаете, когда я работал в МТС, у нас существовал секретный код. Но поскольку меня уволили, то я расскажу его всем. Так. Что нам пишут еще? Акация, наоборот, горчит и стоит по 3 года в жидком состоянии. Даже ты эти меды отличишь. Не знаю, я люблю именно жидкий мед. Я не люблю, когда он засахарился. Ну, смотри, жидкий мед ты легко сделаешь, если поставишь его куда-то там в теплое место. Вот, например, не знаю, блядь, допустим, на топительный котел. Вот, может, так вот разогреть. Ну, тогда ведь все витамины-то в нем пропадут. Да они пропадут, блин. Человек вот так делает. Да, проверяет. И дед ел. Все норм. А витамины ты в микроскоп смотрел? Бегают? Да, бегают. Ну, ладно. Потом пишут, только нужно найти лоха, который купит мед в таком объеме. Скажем так, нужно найти лоха, который купит вообще мед ретарский по 700 долларов за грамм. Вот. И в этом как раз суть наебки-то и объясняется. То, что, да, в принципе, какую-то неведомую ебаную хуйню с помощью другой неведомой хуйни, которая стоит-то всего недорого сроку покупаемости полгода. Это легко. А найти идиота, который купит уже готовую продукцию, ноль. Примерно так в 90-х продавали комплекты для штампования гипсовой плитки на дому. Работа на дому, самозанятость, высокий доход. Примерно так же в тех же 90-х распространялись комплекты для выращивания грибов. Некоторые совсем отбитые, просто брали какое-то говно, заливали яйцами, чтобы воняло посильнее. Вот. Перемешивали и давали бабкам, чтобы они разводили это. Дескать, через месяц они скупят все это. Вот ухаживайте за баночки и все остальное. Мы через месяц у вас скупим за 500 баксов! Естественно, через месяц уже эти баночки были не нужны никому. Но как-то так. А кто пишет, я штамповал эту плитку. Ох, было бы неплохо, если бы ты рассказал как, чего. Сейчас, хотя этот тренд с плиткой опять пошел, только сейчас это называется жидкий камень. И добавляют сюда различные узоры, колеры. Есть специальные даже станки из ЧПУ, которые эту плитку делают. Вот. Как-то так. Продажа гумункулов! Пять месяцев и вклад окупится. К сожалению, вырастить своего гумункула в домашних условиях достаточно сложно. У вас может вырасти сланишит или даже рептилоид. Но продаются только гумункулы. На современном рынке российском есть спрос только на гумункулов. Технология производства в общем-то не сложная, но требует тщательного соблюдения технологии. Вы можете приобрести у нас специальную установку для выращивания гумункулов. Срок окупаемости всего 6 месяцев. Каждый такой гумункулюс стоит от 700 долларов. Вы можете реализовывать эти гумункулюсы в различные лаборатории, где исследуют медицинские препараты, в больницы, в детские дома и хосписы, а также сдавать некоторые образцы населению в качестве развлекательных образцов. Спрос этим сейчас в России практически никто не занимается. Поэтому конкуренции никакой. Вы будете первым успеете хайпануть на этой теме. Вот. Ну, получилось, нет? да, конечно. Я же говорю, устраивайся работать копирайтером. Нет, 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 у меня... Я из интеллигентной семьи! Мне нельзя такое! я... И что? Ты предправился к нам рассказывал. По очереди давайте. Говорю, ты про свою маму очень много рассказывал и как-то образ интеллигента из семьи не складывается. Ну, ладно. зато моя мамка таких такую установку для гумукулиса бы точно купила. Аааааа! Грущиками молодой человек! Грущиками! Вот есть стартовая целевая аудитория То есть ты предлагаешь Простю мамке денег на новую установку По выращиванию гумункулесов? Да Вот до чего я докатился Так Сук тоже про гумункулов подумал Главное, чтобы сосачер из гумункула не вырос Так Ведущий Монофлорные меда Кристаллизуются Они засахариваются примерно за полгода Разнотравья за 2-3 Так что хочешь жидкого, бери акацию Ну я что-то жиденькое беру Монофлорные, это я поймаю с одной травы А акация Это получается Акация, это блять с акацией Ну она получается не монофлорной выходит Ну почему монофлорная? Пчелы несут понемногу Часть акации, часть луговых растений Соответственно, где ули стоят Если в... Монофлорной... Акция в основном, да Там будет в основном 90% акации И 10% примесей Потому что 100% чисто акацию Ты, блин, получишь, когда Из всех растений рядом с челами будет только акация У нас тут теперь Наш пекарь Почта пекарь бомбит и пишет Бля, вы все мудаки Патока Инвертный сироп Кстати, я вспомню, как тебе Ты можешь из твердого мед сделать Жидкий Тебе просто нужно устроить мед в теплую баню Можешь на воде, на пару Кстати, я очень люблю мед с лимоном И однажды Одно время У меня родственники делали такую хрень Я точный рецепт состав не знаю Но состав примерно следующий Берется, значит, лимон Перекручивается на мясорубке Ну, сейчас для меня это дикость Потому что мясорубка-то алюминиевая Вот, только мелко порезать Вот На этой же мясорубке прокручиваются курага Прокручиваются орехи Какое-то еще говно Много всякого разного И все заливается медом Бля, божественно было И однажды я сделал только два компонента Мед и лимон Лимон нарубил Скинул в баночку Перемешал И забыл на полгода У меня такая красивая плесень выросла Так, интровертный сироп Я так свою рок-группу назову Но ведь после инвертирования сахара Выход спирта меньше Так Блядь, если бы мне саму этот код дали Эти паскудники обещали Джо Году на локальный МТСовский тариф Но не дали Гретые меда Это порча продукта Вот я тоже с этим согласен Что гретые меда порча продукта Но мне никто не верит Говорят, что все так делают И даже на заводах А что порча продукта? Гретые меда Это порча продуктов Да, действительно Так, нам пишут Алюминиевая мясорубка у тебя в голове У всех в СССР чугунные были Ну ок, тогда я спасен Ура! Воды поставь Воды добавь Поставь теплое место Тебе норм мед будет Так, меня Билай Настойчиво долбит на тему Подтвердить свою личность С паспортом в ближайшем офисе В противном случае Угрожает заблокировать номер Сколько ты можешь продолжаться Пока они заблокируют? Да хуй их знает Я скажу так Заблокируют Ну пойдешь К другому оператору Вообще Когда оператор Или вообще Какая-то контора Начинает тебе угрожать И что-то делает Не клиента ориентированное Не важно Что именно Но тебе это не нравится От этой конторы Лучше избавиться Так Еще раз Разнотравья Стоят 2-3 месяца Монофлорные Полгода Акация Три года А Окей Кстати Инвертированный сахар Авер дохуя стоит Уверен Его цена на рынке Завышена Можно самим Добывать Вот А еще я узнал Что при бурении Скважин на воду Часто подается Черный песок Нефть Нефть Может добывать Нефть из песка Шок Да вот А в этой нефти Раз-два И Но Но Вода Желтеет От нее И Такие скважины Очень плохие Получаются Так Пишут Угрожают блокировать Тем Кто тратит Менее 300 рублей В месяц Кстати Да МНП Как раз Для таких Тяжелых Случаев Изобрели Как с Билайном МНП Это резервирование номера Или что такое Поясни пожалуйста Переход к другому оператору Без смены номера Ага Ну оно и есть Вот Такие У нас Разговоры Начали за Шизофорточку Закончили Билайном Вот Ну Что Как-то темы у нас Подошли к концу Будем Сворачиваться А Ребята Да Наверное Вот Ничего нового Интересного Нам не пишут Новых тем Нам Не скидывают Хотя нет Есть несколько Сообщений Которые Я пропустил И Сейчас Надо к ним Вернуться Самое время Так Пишут Десять дней Блок карты Возможно Тобой Заинтересовалась Габня Заводи Трактор Так Полгода Попомбят Да и заблочат Сейчас В обсуждстве Очень серьезная Политика По работе С анонимными Симками Минут Если тебя Накрою Просто пошлют И обслуживание Откажут Вот Пишут Нам Так Дальше Что-то Там Написали Так Расскажите Лучше Как в 2К18 Написать Программу Которая Будет Работать Под СПМ Во-первых Под Какой Проц Во-вторых Взять СПМ Под Этот Проц И Зареверсить АПи Там Немного До 16 Килобайт Бинарь Заливается Это То С Чем Я Сталкивался В-третьих Внезапно MS-DOS Частично Совместим По АПи Да-да В MS-DOS Можно Делать Move 9 Move DX Of Call 0 0 0 5 И Например Ввести Строку Символ На Экран Это Чисто СПМ Прикол Который Переехал В Int 21 H Там Первые 10 15 Функции Совместимы А Вот Последующие Функции Нет Особенно Угар С Спец Структуры Данных И Передавать На них Ссылки Короче Ищи Какую-то Сишку Типа Си 80 Хватай Лопату Бери Больше Бросай Дальше Так Дальше Нам Пишут Кирпичный Заводик Открывай Глины Вражки До Ебеней У меня Кстати Была Такая Кирпичи Никому Нахрен Не Нужны Потому Что Они Сука Дорогие Все Уходят На Газобетон А Не Ну Можно Производить Эти Самые Кирпичи По 5 Рублей Продавать Или Ты Боишься Что Если Будешь Продавать По 5 Рублей Ты Сам От Этим Добавил Ну В общем Этого И Боишься Вот Поэтому Я Считаю Что Автономия Нужна В Битарске Своё Производство И Собственный Рынок Потребления Что Касается Что Нахрен Не Нужен Кирпич Объясните К Ну Он Нужен Но Понимаешь В Современно Строительство Его Если Утесняет Более Дешёвые Виды Строительного Материала Вот Казапи То Что Там Ещё Есть Начальник Не Тёплые Ну Сейчас В основном Газик Но Всё Это Вариации Тех Же Шлакоблоков Всё Это Вариации Того Же Старого Но Подсказывает Современному Строительству Это Только Облицовка Да Это Облицовка А ещё Я узнал Что В зданиях Между кирпичом И этим Самым Газиком Делают Зазор Сантиметров В пять Вот И Нахуй Он Не Нужен Ну Слушайте Не знаю В общем Есть Как Вы Знаете Такой Проект Global Village Construction Set Есть Этот Самый Civilization Starter Кит От Этих Товарищей Вот И У них Есть Установка Для Производства Кирпичей Полуавтоматическая Там Не То Из Глины Не То Из Говна Штампует Вот Можно Сделать Такой Девайсик И Строить Себе Дом Вот Но Я Нашел Интересный Видасик Нужен Нам Большой 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 Машина Нужна Большой Большой Автомобиль Такой Камазик И У этого Большой Большой Машин Вместо Шин Матрица Вот эти Кирпичные Туда Действительно Производство Реально Недорогое Вот Зазор Даже Песком Не засыпают Нет Вот И вот Такая Идея С Производством Кирпича Мне Честно Говоря Нравится С Другой С Т Harley Тобур Кирпичный Прессованный Материал А Прессовать Можно Кстати И Опилки Прессовать Можно Вообще Что Угодно Вообще Последнее Время Я Вынашиваю Стартап По Прессованию Стаканчиков Для Выращивания Рассады В виде Сот Я Наверное Это Сделаю Надо Будет Купить Алюминий Расплавить И Выплавить Матрицы И делать стаканчики для выращивания в качестве материала пускай будет наверное солома измельченная кукуруза для склеивания всего этого ну и наверное туров все вот и в таких стаканчиках можно было бы растить рассаду в январе если это сделать то февралю может торговать стаканчиками даже уже готовой рассадой вот пишут кирпич это из кремнезема ты знаешь хоть что такое кремнезем это песок из глины кирпич из глины глина кстати в отличие от вашего цемента она влага непроницаема вот нам подсказывает нам нужно чтобы дышал паропроницаемостью не торфа говно анончик понимаешь оптовые цены на торф я могу найти в интернете а вот оптовые цены на закупку говна это сложно так нам пришел реквест но я его исполнять не хочу могут кто-то из конференции его исполнит вот вам что за реквест еще раз давай нам подсказывает около пяти тысяч рублей за грузовик говна а состав говна какой где карьер для говна располагается кстати узнал что оказывается если тебе достался участок земли торфянник то это плохо так на торфянниках ничего строить нельзя в принципе а по мне наоборот торфянник это заебись плодородная почва кто не прав и можно использовать только как строительный материал ну это да торф неустойчив и то что торф может еще загореть но это вообще охуенно приехали менты или еще кто-то не понравил кто-то тебе не нравится пытается еще как-то отжать у тебя собственность такой а ладно пацаны забирайте бросил зажигалку и пошел так тб лох лёва бог так нам подсказывает что коровье говно кстати коровье говно отличный материал оно и стабилизировать может оно и в строительстве используется единственное что коровье говно нельзя сразу использовать для выращивания рассады сожгет же вот а так в принципе норм а вот нам подсказывает торфянник у тебя все сгорит торф выделяет тепло и корешкам наступает писта понял понял в общем я я идиот просто я помню что в магазинах продавались такие маленькие таблеточки прессованные для выращивания проращивания зерен вот и у меня была идея сделать собственное такое производство на чистом торфу не все растет торф не до уголь подсказывают нам так автономия это заебись я за но интернет это уже выход за границу так что ну а что интернет проведем никаких проблем с интернетом там не будет так что будем для себя производить кирпичик и строить дома кстати у меня вот вопрос почему кирпич квадратный а сейчас не квадратный а в форме параллелепитет да но почему именно такая форма индусы там всякие надписи на нем хуячат на своих рунах в промышленных кирпичах дырочки видимо для цементного раствора вот значит а у меня вопрос газобетонные блоки делают такими длинными длинными ёбами что мешает кирпичи такими штамповать вес или что их нужно прожаривать полностью по всему объему чтобы не твердыми были насколько я знаю индусы их не жарят вот подсказывают нам кирпич квадраты потому что пенопласт кирпичи режут тонкой струной а нахуя его резать потому что стена то будет длинная большая вот объясните мне нахуй кирпич такой мелкий есть еще редуцированный кирпич я знаю его используют для отделки а вообще нахуя его вот таким вот делаю а ты пробую из круглого кирпича дом собрать ну зачем из круглого например я бы делал кирпич в форме шестиугольников как соты это же даже удобные подгонять ничего не надо охуенно так гугли двуручный кирпич раньше был ну-ка сейчас мы узнаем что такое двуручный кирпич ну-ка так ухты какие интересные ёбы мне почему-то выдаются картинки каких-то паровозов но это интересно спасибо за название плитку делают шестигранную а чему кирпичи не делают шестигранные вот не понимаю так рекуператор с вайфаем для торфяной плантации так 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 плотность материала что плотность материала так глину режут и везут жарить если большой он не пропечется и треснет ну можно же длинный и большой сделать длинный но тонкий все пропечется в принципе если делать кирпич маленьким то это может снизить процент брака то есть смотри допустим нам нужно изжарить кубометр глины он у нас предположим трескается в трех местах если мы делаем кубометр глины как есть то у нас сто процентов брака если мы его порежем на мелкие кирпичики то мы только там то где браку есть выбрасываем остальное у нас нас идет в производство как-то так и если это единственная причина вот двуручный кирпич дамаг 10 15 я думаю если такой кирпич прилетит в голову дамаг будет сто процентов вот атака даже здесь на радио я узнаю много нового и интересного о строительстве радио анонимус радио образовательное вообще так плотность материал влияет на форму и на груз прилагаемую к изделию врачи механику инструкционные материалы ну и как плотность материал влияет на размер тем более вот картинку мне открыто кирпич кладут в два ряда сразу почему бы не сделать кирпич в один ряд монолитом наоборот было бы плотность вернее было было бы устойчивость еще больше не понимаю вот вообще я последнее время как-то лелею одну странную мысль буквально на днях нашел машинку которая занимается обрезкой веток ребят вы не знаете зачем в деревьях у деревьев или ветки обрезают никто мне не скажет веток и деревьев но чтобы каких именно плодородных или лесных обычных обычных лесу да наверно чтобы печь больше света был не знаю чтобы не падали при ветре но они мелкие и в принципе там делать особенно нечего деньги отмывают чтобы новые росли лучше старые ветки много жрут ну может быть и так что ветки обрезать чтобы они не росли но не так эти ветки мелкие возможно имеется ввиду стимуляция роста основного ствола ну вот потому что низ может быть не судили его подстригают так метров не знаю на 30 наверное может я загнул может ну метров 10 точно а остальное все что до верхушки есть оно и есть у нас недавно охуенные ветки порезали вот кстати я замечал что в городах таких вот например моего мхасрани там блять вот старые именно старые и они охуенно доросли их блять просто срезают вставляют голый ствол ебаный голый ствол это блять начале марта даже не марта апрель и так раз код 4 проделывают такую операцию вот нахуя я тут немножко отвлекался что нахуя весь тут только ствол оставлять нет и я сказал что зачем постоянно каждый блин полтора года срезают все ветки оставляют голый ствол и жду пока я снова ветки не отрастут срезают нахрен почему не проще здесь пилить это дерево и посадить новые нет тоже не совсем понятно зачем так издеваться над деревом вот но вот там подсказывают деньги отмывают может быть деньги и отмывают не знаю я не хочу идти в эту тему но у меня к вам просьба пожалуйста напишите на ютубе на ютуб в поиск и напишите там сейчас скажу напишите слово как же эта дрянь называется адвалигно адвалигно можете найти ролик на 10 минут адвалигно вот пишут это только тополя так хуячи чтоб пуха не было не только тополя вот что тем временем написали ветки обрезают чтобы они не росли ветки обрезают чтобы обмолодить растение придать ему силу например сухие чтобы не подохли и прочее для эстетики лечить ампутации высохших помогают маленьким растениям получить больше света растения покоряемости стригут чтобы вверх росли у бонсая например вехушку стригают чтобы он в шире рос так ну что посмотрели адвалигно как оно вам это адвалигно для тех кто не видит или кому лень вот скажу что это такая машинка нацепляется на дерево и ездит по дереву вверх вниз на ней расположен расположены ножи и вот оно едет вверх по стволу и на своем пути срезает все ветви абсолютно все что найдет естественно мелкий если дерево там раскидистое половина идет влево половина вправо я думаю вряд ли справится ну вот в принципе то что в этом демо ролике небольшие веточки рубит на ура в общем сразу так вверх приехали сразу же вниз спускается и все готово вот напишут можно ли такое двалигный отрубить руки человеку спустив по туловищу не знаю вот я вот во первых не очень понимаю зачем так издеваться над деревьями это раз вот во вторых у меня от этой адвалигны стартап представьте что это адвалигна забирается на дерево и аккуратно начинает выпиливать дощечки для мебельного гарнитура прямо на стволе ты ходишь под деревом вот и собираешь готовый готовый мебельный комплект вот напишет тебя ебет что ли сука да меня ебет я хочу чтобы у меня с дерева падал готовый мебельный комплект а ты что не хочешь такого вот и блять это охуенно не представляются такие установки там подключил к дереву дерево сверкает на секундочку светом и распадается на мелкие дощечки на дощечках уже надписи что куда подключать что с чем соединять какую втулку куда забивать это же прекрасно ребята короче у меня новый шизо стартап что делать как лечиться никто не знает что лечить что лечить я же рассказал стартап свой как это лечить я просто тебя не слушал поэтому сука сука ты вот ты кто извини начали ладно я повторю вот видишь как это адвалигда по деревням лазит и ветки рубит видишь видишь сука ну вот а если к этой адвалигне приделать пилу она забирается на дерево и может значит просто порубить дрова прямо на дереве прямо на верхушке тебе не нужно валить дерево ты это понимаешь это дрянь забирается на дерево и ты внизу собираешь готовые дрова ничего валить не надо никаких штрафов за то что там кого-то собьешь или еще что то вот а если немножко улучшить стартап и резать готовые дощечки дерево распадается на готовые дощечки которые готовые для сборки стола там стульев геосфер и так далее стульев Вот, короче, у меня видится такая вещь, такая технология. Подключаем какую-нибудь адвалигну к дереву, вспышка света, дерево разлетается на дощечке, на дощечках надпись, что куда, к чему крепить, что соединять, какую втулку куда забивать, и у тебя готовый стул, стол, геосфера и так далее. Кровати, вот это вот все. Как вам такой стартап? Как лечиться? Ребята, как лечиться? Помогите! Предлагаю тебе забить на это, найти что-то более лучше стартапа. Могу предложить лекарство от стартапов. Берешь и начинаешь делать то, что тебе на заводе задали. Это скучно и неинтересно. Я себе, кстати, наточил... Контролить программеры... Программить контроллеры скучно и неинтересно. Мне сейчас дали проект, который не связан с контроллерами. Вот. Он связан скорее с обработкой Видивы. Вот. Надо написать видеоредактор. Вот. Это скучно! Я сегодня купил 5 банок энергетиков. Энергетики, суки, подорожали. Я хотел сегодня ебашить, ебашить, ебашить. И вот так и не поебашил. Бизнос, тебе еще что-то выдают на заводике? Только задания. Денег не дают уже. Ха-ха-ха-ха. Вот. Можно просто взять и начать делать свой стартап. Охлаждение придет быстро. Нет. Просто тут идея станка, который лазит по деревьям... Бля! Оно охуенно! Вот мне оно очень понравилось, эта идея. Станок, который лазит по деревьям. Оно мне немножко так сломало мозги. Вот. Еще мне... Так. Прекрати упаривать энергетики. Ты же дохлый потом и амеба. Я и так дохлый. Еще вот у меня проблемы с легкими. Теперь постоянно нужно дышать. Сейчас шикну. Ой. Вот. В общем, у меня... Я увидел это адвалигно. И у меня вот что-то с мозгом случилось. Я хочу теперь делать адвалигно. У тебя постоянно что-то с мозгом случается. Не, ну ты зацени саму идею. Станок... Ты, блин, вовлучайно превратился. Действительно. Нет. Понимаешь, что эту адвалигну сделал не я. Ты понимаешь, что эта адвалигна существует? Ты это понимаешь? Понимаю. А тебе-то что с этого? А вот представь себе, что станок лазит сам по деревьям. И это существует. Понимаешь? Это сделано. Это продается, я так думаю. Нет. Тебе не кажется, что станок лазит по деревьям? Это круто. Нет? Это круто, но... Понимаешь, даже внучай мог бы реализовать. Но в другой стране. Ну вот. И вот меня вот эта идея еще больше придет. Зачем он лазит? Он лазит по деревьям и срезает ветки. Зачем? Другой вопрос. Вот. Вот понимаешь, а потом на заводе закажут Бетарск. И тут-то я сам пойду туда дониматься. Но будет поздно! У тебя просто не будет денег на элитные кондо в нашем проекте Бетарск. Бетарск элит. Все, что нужно для вас и ваших детей. Вы че, будешь че, в Бетарске детей заводить, разводить? А то ты как юрист должен знать, что за взятую личинку из детского дома дают 20 тысяч рублей ежемесячно. Ну, я еще семейно не проходил, у меня нету, у диплома юриста. Я подозреваю, что вот эти 20 тысяч ежемесячно не окупаются ни с полечками. Скажем так. Согласен. 20 тысяч, это хватит начальнику на покушать. Значит так. Закупаем 10 детей, получаем ежемесячно 200 штук. На 200 штук я 100 человек прокормлю. И геосфер настрою. Каждый месяц будет новая геосфера. Отлично, только я не думаю, что тебе дадут становить 10 штук детей. Хотя получи опекунца над одним. Пир-ту-пир. Понимаешь, пир-ту-пир. Каждый из участников должен взять ребенка из детского дома. Деньги в общак. Каждый месяц мы будем строить новую геосферу. И электростанции. Я тут узнал, как можно построить за недорого 15-киловаттную электростанцию. Вот. Так что теперь вот у меня новый стартап. Также нам подсказывают. Нет, не так. Надо сделать так, чтобы дети усыновляли детей. Это и есть цыганский детский сад. Так что все уже в планах. Ну, можно усыновлять, допустим, 16-17-летних детей. И ждать, когда они будут совершеннолетия. Потом, чтобы сказать, чтобы они усыновляли детей. Не, ну это невыгодно. Тогда денег суммарно с них будет мало идти. Ну, мало идти, но ты получишь, допустим, ребенка Гдовалова, который усыновил твой усыновленный 18-летний дитё. Ну, ведь еще нужна, по-моему, разница в возрасте. Ну, разница в возрасте в 17 лет. Если в 17 лет, то вот как раз до года. О! А тебе как раз. А если ты усыновишься, допустим, в 20-летний ребенок, тебе спокойно. Потом пишешь, что невыгодно. Со следующего года за 18-летних платить не будут. Ну, в принципе, да. Зато мы получаем бесплатную рабочую силу, которой идти некуда. Ну, я предлагаю усыновлять тогда лучше уж подростков. Не-не, лучше годовасиков. За них суммарно больше. Вот пишешь, мне зарплату от 3 до 16 предлагают. А тут 20 за каждого ребенка. Их же можно распределять, чтобы те, кто старше, были в круговой поруке за младших. Это и есть цыганский детский сад. Что-то нам написали еще. Так. Так, 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 так. У меня стартап. Медицинская процедура по омоложению. Срезаем человеку старые руки, чтобы стимулировать рост новых. Адвалигна звучит, как мода Ардуины. Вполне возможно, что Адвалигна на Ардуине и работает. Так. Кирпич изначально такой формы, наверное, из-за веса. Все поняли, что строить кубами размеры, как у пирамид, пиздец долго. А сейчас его форму не меняют, потому что Легаси. И придется переделывать чертежи, переучивать строителей. Тебе нужны нано-боты. Ну, скоро будут нано-боты, и вот тогда-то заживем. Так. Ну, в общем, хочу рассказать, как можно построить электростанцию на 15 киловатт. Мне идея очень понравилась. Сам я, естественно, такое никогда не сделаю. Но интересно же! В общем, все новое – это хорошо забытое старое. Нам нужна лишь речка, и нам нужен небольшой уклон от этой самой речки. Собственно говоря, все. Гравитация на всей этой вашей планете, она существует и на халяву. Можно получать фактически электричество из гравитации. Рецепт следующий. Нужно сделать маленькую гидроэлектростанцию. Как вы думаете, Анончики, мы сумеем это запилить в Бетарске? Для этого нужен доступ к речке. Ну, само собой. Речку там, я думаю, где-нибудь найдем. Сейчас так недалеко от речки. В общем, идея следующая. Рядом с речкой... Так, а кто тебе даст участок рядом с речкой? Там же по нормам строить их нельзя, сельским хозяйством заниматься тоже нельзя. Не-не-не, можно арендовать берега, рек, но это нужно читать этот модный кодекс. Скажем так, в метрах в 100 от речки, я думаю, можно легко взять земли сельхозназначения. А кабель на 100 метров уж мы как-нибудь кинем. Да, начальник вспомнил. Можно еще поставить электростанцию в озере сделать, если там есть течение. Нет, здесь немножко другой принцип работы. Здесь нужен небольшой уклон. Рядом с речкой выкапывается канал. Вот. А за такие электростанции разве не нагибают всякие Росприродонадзоры, а? Блин, ну пойди купи вот этот, блин, которым работает течение, какой-нибудь хонг за 10 тысяч. Тебе Роспотребнадзор ничего не сделает. Не-не-не-не-не-не-не-не. Здесь идея в 15-киловаттнике. Идея следующая. Рядом с речкой на берегу выкапывается некий туннельчик, вот, от которого отводится немножечко реки. Туннельчик небольшой, где-нибудь сантиметров 50. Больше я один хуй не прокопаю. Эта хуйня бетонируется, делает с сортов акведук. Но и вот здесь как раз нам нужен некий уклон. Уклон делается так, чтобы вода слегка поднималась. И был бы такой, как бы, водопадик. Но вместо водопадика, как обычно это делается, и никакого там колеса нам не нужно, мы делаем замкнутый бассейн с дыркой в середине. Такая, как бы, воронка. В середину этой воронки вставляется крыльчатка. Вот, и когда вода из этой воронки будет утекать, получится естественный водоворот. Гравитация, она есть всегда, на халяву. И вот этот водоворот будет вращать турбину. Пацаны с таких электростанций по 15 киловатт снимают. Что-то я так прикинул, 15 киловатт, это больше, чем в некоторых СНТ дают по лимитам. Так что, это же охуенно! Нам самим хватит на весь битарский, и еще другие битарские сумеем энергией обеспечить. Как-то так. По себестоимости, там нужно всего лишь копать, нужно несколько заслонок для аварийного включения-отключения, ну и бетон М500. Вот, все! Ну и сам генератор, конечно, нужен. Все! А еще нужен перепад высот. Нет! Я сказал, небольшой уклон нужен. Небольшой. Но большой уклон совершенно необязательен. Главное, чтобы в эту воронку напоставлялась вода и было, куда ей стекать. Все! Получается, охуенная турбина! Это вам не водное колесо, которое было там где-нибудь в веке 17-м. Здесь такие мощности! Ух! Это же водоворот! Там мощности, а скорости! Ух! Тааааак! Вот пишут, о, раньше, про раньше платили. Имел в виду, что установленный 18-летний может установить двух личинок, но с момента совершеннолетия за этих 18-летних платить 20-ка не будут, только с тех, кого установили они. Совершенно верно! А 18-летние для нас будут, скажем так, обузой. Вот. Так что, непонятно. Ну так мы им даем кровь и еду, и работают, и выгнут только для только откидывшегося из детдома ребенка. В общем, странные у вас представления. Ай! Ты понимаешь, все детдомцы, у них в основном, блядь, дети 12-летнего уровня развития. А в большинстве детдомов этой страны. И как раз даже им есть и 18. Где есть? Убрать все равно по интеллекту недалеко уж от 12-летнего. То есть, сможет на него спокойно надавить, манипулировать и как раз предложить ему усыновить еще одного ребенка. А деньги пополам или на содержание ребенка будут. Тут есть, знаешь, одна проблема. Я очень, собственно, боюсь. что пойдет в эту сторону. То, что дети в детских домах, они, ну, я не хочу сказать, что они криминальные там все, что они там все уголовники, но они вот выращены в этой среде и они с малых лет понимают цену деньгам и, ну, вот эти вот какие-то... Понимаешь, если бы они понимали цену деньгам, они, блядь, не проебывали квартир, которые им дают муниципалитет. А некоторые просто об этом не знают, что они эти квартиры проебывают. Ну да, им, типа, вот мы сейчас перепиши на меня, я тебе подарок продам и дают ему конуру в общежитии, там он спивается. Ну вот. Поэтому, собственно говоря, я вот, честно говоря, боюсь с такими людьми общаться, потому что у них психика искалечена. А если у человека... Поэтому предлагаю, если можно взебрать подростков, то только где-то 10, 11, 12 лет. Ну да, чем меньше сформирована и искалечена психика, тем лучше. Потому что такой 18-летний скажет, опа, пацаны, короче, баблос я забираю, что-нибудь спиздит еще и съебет нахуй. Вот. Я просто вспоминаю, вот, как Леха Чеснок вез штыря в дом инвалидов, и вот не хочется мне с такими детдомовскими общаться. Совершенно не хочется. Вот. Так это можно город детей организовать, как в Фоллауте, а тех, кто вырос, изгонять в пустоши. А Нончик, есть... Вообще-то так многие делают. Сейчас фишку некоторые фермеры моей области распустили, что можно усыновлять детей, использовать как драмовую рабочую силу. Берут как раз подростков. Они работают на ферме, им государство платит 20 тысяч. И после 17-ти они их выкидывают на мороз. Погоди, после 17-ти? 18-ти. Как они достигли этого. А-а-а. 18-ти летнего срока их выкидывают на хрен просто на мороз. Тут у нас была охуительная история. Нам рассказывали про, по-моему, мальчика, которого взяли, там, по-моему, в 8 лет, а лет в 16, цитирую, у него начали проявляться нездоровые наклонности. И мамаша, которая его усыновила, обратно его в детдом и сдала. Ну, это тоже могут сделать. То есть, ты, допустим, усыновишь его в 6 лет, 10 лет, он проживет, получаешь по 20, а потом можешь его спокойно вернуть. Это тоже фишка. Раскусили. Так, погоди. А вот у меня вопрос. Вот этот человек, которого вернули там в 16-17 лет в детдом, он квартиру-то получит? Нет? Получит, потому что он все равно не думает. Так, погоди, у меня стартап. Значит, я завожу своего ребенка. Вот. Ему... Со своим все-таки хреново. Погоди, погоди. Тебе за одного усыновить тяжело будет, особенно, если его усыновил кто-нибудь другой. А нахуя? Не, смотри, ему сейчас 17,5 лет. Вот мой родной, кровиночка, сыночка, ты ведь не хочешь работать на эту страну сто лет, чтобы купить себе квартиру честным трудом. Поэтому, сыночка, я от тебя отказываюсь, и полгодика ты поживешь в детдоме. Вот. Вот тебе, значит, различные кодексы, читай, развлекайся. Вот. Если будут на тебя в детдоме дувить, дави их. Если что, я нацеплю. Понимаешь, начальник, он как раз от 17-летних, а органы опеки попечительности любыми средствами затормозят процесс отказа, ну, начало отказа родительских прав над этим ребенком. Так, то есть до 16-ти только. Ну, где-то тогда. Сыночка, два года поживешь в детдоме, это лучше, чем два года в армии. Вот. Если что, будут обижать вот циферки на созвончике. Вот. Читай кодексики, рассказывай тамошним персоналу статейки. Вот. А через два годика как откинешься с квартиркой, милости просим. Да ему, блин, не два года придется ждать, а четыре. Два, получить квартиру от муниципалитета и еще два, блин, ждать, чтобы она перешла его собственность. Не, ну, через два года мы уже с ним снова вместе жить будем на новой его хате. Ну, блядь, там в семейном кодексе что-то опять прописано. Не, ну, короче, как вариант стартапа, мне он нравится, потому что два года это лучше, чем сто лет официально работать. Ну, это да. Вот такие вот интересные стартапы на радиоанонимус. Вместе с лазящими, значит, по деревням станками, с искусственными водоворотами, ну и так далее. Ну, что, сына, ты за эти два года заработаешь денег больше, чем мы за всю жизнь. в нормальных городах, даже, точнее, в мухостранях или нормальных городах, но в Москве это, блядь, дает новостройки. Сына, ты будешь жить, мы-то при жизни не жили нормально, но ты поживешь всего два годика в детдоме. Мы на цехе... Пусть тебя обломают. Давай. Обещанные вам государства 10 лет ждут, или 20, или до смерти своей. В этих очередях за квартирами можно стоять до бесконечности, потому что их ума нет. детдомовцы как раз идут не очереди. Это всякие, блядь, многодетельные семьи будут стоять, это в чертях одедомовцы, какие-то инвалиды, пенсионеры, и те, кто, блядь, больны, им нужно отдельное, блядь, жилое помещение, вот им без очереди. Так, а у меня вопрос. А если я беру 10 личинок на фарминг, значит, становлюсь ли я многодетной семьей? Да, там где-то уже от трех начинается многодетная семья. Так, и какие гешефты? гешефты, что муниципальная помощь, там, не знаю, питание в школе для них бесплатное, там, еще в университете социальные стипендии. Ну, хуйня, короче, смысла не имеет. Общежитие могут дать. Ну, как бы, жилье у них так должно быть, по идее. Вот, в общем, хуйня не имеющая смысла. Другую гору, допустим, поедут, а им тоже, так сказать, одни из первых на очереди, кому должны дать общежитие. А, то есть у моих личинок будет такой бесплатный хостел в любом городе этой страны? Ну, не бесплатный хостел, но бесплатный хостел на время обучения. В чем заключается муниципальная помощь? И целоб не может бить по ночам? Вот, слушайте, мне эта идея все больше и больше нравится. Вот. Начальник, вот именно те идеи все больше и больше нравятся, те, чтобы приобретать на этот новый ребенок, тебе нужно свою хату максимально отремонтировать. Начнем, начнем с установки Wi-Fi форточки. Начинай. Вот напишут, социальная стипендия в мое время была выше, чем зарплата у некоторых. Да, блядь, у меня социальная стипендия в моем вузе это 9000 вместо 1500 на первом курсе. Блядь, знаешь, какие подъемные? Так что надо быть социальным рожаем личинок. А что, это охуенно. Слушайте, меня прет. Что делать? Электростанция? Работу свою делать. Не хочу. А, кстати, начальник, у тебя должен быть доход, если одного ребенка становишь, там где-то где-то 2-3 выше мрота. Мрота сейчас 11000. То есть, тебе должно официально быть где-то 20000. Не, не скажи. Вот у меня есть девушка, она пенсионерка, официального дохода у нее, а вообще нет, но у нее есть вот дочка. Не отбирают. Так что... Думаю, женить на дочке. Ей слишком мало лет для этого еще. Вот. Пишут, а в моем 30к несколько лет назад. 30 тысяч! А-а-а! В общем, у меня три стартапа. Или, значит, электростанция на принципах водоворота, или семейный детский сад, вот, цыганский детский сад, или ползающий по деревьям станки на Ардуину. Вот. Что делать? Что делать? За работу завода не хочу! Начни с того, что официально устройство на работу. Бля, это сложно, это паспорт откопывать надо. Это еще нельзя свои проекты проебывать. Слушайте, у меня вообще проблема, не знаю, заболевание, стартопячка какая-то. Вот сегодня иду, значит, по улице. Холодно, блядь! Нормальный человек что сделает? Свитер купит, стоит недорого, если в секонд-хенде, вообще почти бесплатно. Вот. Купит свитер, купит нормальную кортку теплую с какой-нибудь подкладкой или даже шубу можно взять, чтобы элитно, ну, пока еще у нас не такие сильные морозы, но уже холодно. Ходить, как я, очень холодно, очень! У меня нет таких мыслей купить свитер или купить кортку. Вот, взять, значит, трубочки от капельниц, из них связать себе некий теплообменник для тела, установить нагревательный элемент, аккумулятор, ардуино, контроль температуры и циркулировать теплом с помощью масла, поскольку оно легче, чтобы большой вес на себе не таскать. Вот. У меня вот такая шиза. И это у меня такое каждый день. Вот. Это нормально, нет? У меня каждый день новое изобретение выходит. подним патент патент что-что-что? Начальник, сделай патенты на свои изобретения. Патенты стоят денег. Ну, блин, зато никто тебе стартап не сможет украть. Ой, если кто-то будет производить, я это сам куплю. А еще лучше, кому-то придется к тебе идти на поклон и платить тебе деньги, чтобы это производить. Вот. Я с радостью бы сам купил готовый товар, лицензию дал бы бесплатно. Вот. Я так сейчас подумал, а если я возьму ребенка из детского дома, ну, смотрите, как минимум нужно его кормить вовремя. Так? А я не могу даже форточку вовремя открыть-закрыть. Вы улавливаете суть? Да. Вот. Ребенок с вай-фаем. Не. В общем, эту тему, я думаю, лучше дальше не продолжать. Мне уже страшно становится. Вот нам пишут, два разных человек написали, у вас внучанка лечиться, лечиться-то как от этого, а? Отберите, отберите, у меня Ардуино. Тебе отобрать в Критер Дет визит... Не поможет Ардуино! Ардуино! У меня Ардуино! А-а-а! Отпущите меня! Не держите! А-а-а-а-а-а-а-а-а! Супром Форда про запас на день даешь ему! Я сегодня видел автоматическую кормилку для коров. По расписанию, там большой бункер, по расписанию он слегка приоткрывается, насыпается определенная доза корма, и коровки подходят, кушают это все. Вот. Я видел автоматическую чесалку для коров с видеокамерой, которая вот анализирует, где там корова находится, что как. Также на основе оптического потока контролируется жирность коровы. То есть на поводке у коровы эрфин, по нему считывается, кто это идет, а камера смотрит, насколько она пожирнела, насколько она толще стала. Слушайте, это охуенно! И главное, что ничего сложного в этих технологиях нет. Это я могу сам реализовать. Это делается из говна и палок. Вот. Сам можешь, а распознавание толщины коровы доходить сможешь? Да. Ты этому уверен? Да, посчитать количество пукселей. Потому что... А как ты ее детектируешь в картинке, блин? Если что-то двигается, что-то двигается, что в длину, длиннее, чем в ширину, то, скорее всего, это корова. Скорее всего. Если есть данные с эрфида, то, скорее всего, это точно коров, потому что эрфид имеет ограниченный диапазон. Если надо... А как ты поймешь, под каким углом ты на корову смотришь, чтобы правильно толщину померить? Угол всегда фиксирован. Камера смотрит строго сверху вниз. Угол известен. Расстояние до коровы известно. Тупо меряем пиксели и перемножаем на некий масштаб. Все! Ты что, сегментацию сделаешь? Там даже сегментацию делать не надо. Это элементарно делается. Короче, у меня стартап за стартапом. Кстати, когда-то давным-давно я делал такой удаленный мониторинг для детей. Там контролировалась температура ребенка и его дыхание. Я не знаю, какие датчики использовались. Я писал лишь клиентскую часть для мобилочек. Вот как-то так. А чем тогда корова отличается от швеллера на веревке? Ну, во-первых, у швеллера на веревке нету RFID-а. Оно не пройдет аутентификацию. Во-вторых, швеллер на веревке не двигается. Это два. Как-то так. Вот. Но если уж очень надо, можно каждой коровью брелочек с передатчиком повесить и по RSSI смотреть, где она. Очень точно можно мониторить. Ну, а можно и повесить GPS-ошень. GPS в помещениях не работает. Ну, а в помещениях камеры поставить. Ну, вот, это и есть, да. Это будет работать только для сферических твердых коров. Не знаю, я посмотрел, как это все сделано, это все сделано очень примитивно. Слушайте, я хочу ферму детей уже. Автоматические системы кормления, пометы удаления. Останавливайте меня! Эта хуйня меня затягивает! Я не могу! Мне нужно лечиться срочно! КАКЧЕМ! Помогите! Меня же выгодят с завода! Пойди к тому врачу, который тебе таблеточки выписывал. Может, еще что-то выпишут? Я боюсь, если я расскажу про ферму детей, лазающие по деревьям станки, меня вот... Желтым стенам отправят. Да, и бесплатную рубашку с длинными рукавами дадут, так что это опасно. В общем... Люди, скажите, а Максикол нормальное говно или хуйта? Не знаю. Что-то типа тарафлю. Не знаю. В качестве антибиотика я котирую... Котировал... Нет, это не антибиотик, это протестамол, витамин С... Ну, если с витаминами, значит, скорее всего, уже говно. Маркетинговое. В качестве антибиотиков я котировал азитромицид. Три таблетки и здоров. название повтори еще раз. Максиколд. Судя по названию, тоже какой-то маркетинговый выпердыш. вот, напишут, вообще дети это люди, а люди не нужны. Ну, деньги нужны, а за людей платят деньги. Это тоже какое-то рабство. Ну, отпишут, рубашку-то бесплатную дадут, дают, бери. Ты еще скажи, что бесплатные харчи будут и не один год и таблетки бесплатно будут давать. А вот, если реально, если начальник заберу, то кто будет вести свободные конференции, а? Я так люблю свою палату, мягкие стены, мягкий пол. Ну, вот, так что мне страшно. Да, парацетамол это, скорее всего, против симптомов гриппа, а бактериальной инфекции не поможет. Вот. В общем, на сегодня, наверное, будем заканчивать. Как-то идей больше нет, я рассказал все свои. Шизо-стартапы. Ну, у меня есть шизо-стартап, это завести кавказскую овчарку. Ты хочешь такого большого слона себе вырастить? Да. А не боишься, что он тебя обожрет? Нет. я морально как-то бы готов. Ну, зато представишь, как классно лежишь такой, до улицы холод, минус 30, ты с... блядь... блядь... А у тебя такое макнатое... Мини-склад дует постоянно, а у тебя, блядь, метр пятьдесят комок меха лежит, теплый. Да, но он тебе, во-первых, слюнявит постоянно, во-вторых, ты пообнимался с ним, сам весь в мехе. И что, это же хорошо можно валять из его шерсти носки. Носки из собачьей шерсти вот при гриппе то хорошо помогают. Пояса, платки, подушки из собачьей шерсти хорошо идут от гриппа. Ну вот. Тут, помните, смотрел видасик, ссылку сейчас не дам, там продавали подушки из осины, вот, боли в пояснице, по-моему. Вот, дескать, вот у нас тут была пациентка, мы ей осины туда в подушку напихали, она не прочитала инструкцию и проспала на ней всю ночь, на утро приходит вся, говорят, у меня ожоги, ну правильно, осина-то ведь вытягивает всю негативную энергию, а энергия-то ведь переходит в тепло, закон термодинамики, вот, но ей так понравилось, что она рассказала еще одну подушку с осиной для своей подруги, говорит, чтобы тоже пускай помучилась, так что, ну, знаете, классно в баню ходить, когда с ковриком под жопу из собачьей шерсти и этот, шапочка, она, блядь, это охуенно, сидишь такой, тебе не жарко особо в сауне. Вот там написали, осина вытягивает негативную энергию, особенно, когда она кол. Ладно, на этой позитивной ноте всем спасибо, всем чмавки-лавки, подписывайтесь на канал, дергайте колокольчик, пишите комменты, покупайте рубашки, футболки, бутылки, еду покупайте, ну, и вообще живите счастливо. О, хэй, мэн!